Всем привет, вы на канале Good Movies, с вами Евгений. Бывает у вас такое, что вам звонят и спрашивают, какой бы фильмы посмотреть на вечер. Либо вы сами сели за телевизор и не знаете, что включить, потому что все уже, в принципе, пересмотрели, и ничего интересного вам не попадается. Так вот, я хочу вам посоветовать именно такой фильм, который будет интересен не только для вас, а для всей семьи. Фильм называется «В тени луны». Фильм снят компанией Netflix. В нем очень крутая концовка. Сядьте поудобней, я начинаю. Итак, начало фильма происходит в 1980 во всем году. Запомните, это важно. Обычный дождливый вечер, обычный коп по имени Томас, обычная счастливая семья, любящий муж, беременная жена. Ничего необычного, но не совсем обычные убийства. В центре города за рулем автобуса умирает водитель или водительница. При выступлении за игрой пианист, при готовке собачьей еды повар, от кровотечения уха, горла, нос, оказывается мозг вытик со всех отверстий, которые нашел. Интересно, почти в одно время все умерли одним и тем же способом. И у всех видны отметки на шее. Три колотые раны, как шарят боулинга. Жертвы между собой не связаны. Да и во время смерти рядом с умершими никого не было. На первый взгляд, они умерли от непонятной болезни. Есть первые зацепки. Выясняется, все умерли от инъекций, яда которого нет. Никто ничего подобного не видел. И ни одна из лабораторий не знает, что это за изотоп. Позже приходит сообщение о нападении на девушку в клубе. На шее есть те же самые отметки. Три колотые раны. Наш герой немедленно отправляется на вызов. Девушка еще жива и не догадывается, что скоро ее мозг взорвется и вытечет. Но успевает сказать, что на нее напала чернокожая молодая девушка с раненой рукой. Это важно. Все зацепки и все. Начинается паника, массовые задержания чернокожих молодых девушек, которые хоть как-то подходят под описание. Серийный убийца в один день убил четверых на первый взгляд совсем обычных людей. Но случайным образом наш коп Томас все же встречает нашего убийцу. Тот, кто ищет, тот всегда найдет. Начинается погоня. Но самое интересное то, что в конце погони. Вдруг наш убийца решил заговорить. И то, что она сказала, не совсем вяжется с логикой. А именно... Здравствуй, Томас. Так это произойдет здесь? Поздравляю с рождением дочки. Твой напарник. Поверь мне, жаль, что так вышло. Задержание пошло не по плану и девушка упала под пояс. Дальше огромное количество вопросов. Жена все-таки рожает. И она об этом знала. Знала имя героя. И помните, я говорил, что у нее была раненая рука. Оказывается, это пулевое ранение. И пуля была выпущена с оружия нашего полицейского. Который ни разу не стрелял с этого оружия. Также у нее были ключи. Это важно. Она фантом. Призрак. Ни документов, ни отпечатков пальцев. Ничего. К сожалению, в природах жена умирает. И в итоге огромное количество вопросов. Именно это всегда вызывает интерес к дальнейшему просмотру фильма. 1997 год. Обычный детектив Томас. Необычная семья. Обычный день. Не совсем обычное убийство. Спустя 9 лет. И как мы помним, убийца умер. Наш детектив решил проведать могилу жены. Но там уже кто-то побывал. Оставил цветы. Это важно. Но тут звонок. Что значит снова происходит? Но в эру видеонаблюдения наш убийца попадает в камеру. Она в точности как та девушка. И все думают, что это подражатель. Но наш герой понимает, что на экране она та самая. И дело начинает набирать новый оборот. Единственная зацепка это ключи, которые остались еще с 1988 года. И то самое оружие убийства. Так вот, интересно то, что ключи от местного аэродрома, которые были выпущены в 1996 году. А нашли их в 1988. Это важно. Еще важно то, что к ним подходит ученый и говорит, что убийца из будущего. И он знает, что в определенной стадии луны, которая проходит каждые 9 лет, открывается мост. И возможно путешествие во времени в одну сторону. То есть с будущего в прошлое. Но для наших героев это не важно. Итак, наш герой отправляется на аэродром. Откуда были ключи. И опа, дежавю. Вот этот поворот. Он встречает ту самую, не на день постаревшую убийцу. К сожалению, в перестрелке погибает напарник. Наш сценарист любит убивать невинных людей. Жена, напарник. Все это для того, чтобы наш герой был одинок. Следующая сцена это диалог. В втором убийце попросил перестать дальше искать логику. И ее саму в дальнейшем, в будущем. Конечно, после этого всего никто не верит ему. Это все невозможно. И то самое одиночество превращает его в паранойка. От которого все отворачиваются. Дочка, работа, жизнь. Он все знал. Но кто ему поверит? Кроме того самого ученого. Путешествие во времени в тени луны. Вся жизнь это ожидание. Снова 9 лет. Он знает, что она придет. Но вот только он уже ее будет ждать. Я не хотел вам рассказывать весь фильм. Решил именно остановиться на этом моменте. Потому что концовка очень интересная. Если вам понравилось мое видео, то поставьте обязательно лайк и подпишитесь на канал. Это важно. Всем приятного просмотра. Субтитры сделал DimaTorzok